всем привет дорогие друзья с вами роман чернецов канал крым онлайн с романом и мы сегодня оказались в очень интересном месте я сейчас нахожусь буквально по дороге в сторону опухского заповедника и сегодня походим посмотрим на эти интереснейшие виды уже летом уже середина лето и июль месяц начало месяца давайте посмотрим что там происходит ну а здесь я остановился у каких-то прудов таких знаете и здесь какая обстановочка необычная в общем как деревне пахнет камышом и и рыбой наверное так ну все погнали да друзья дорога здесь вот именно вот такая дорога ребята отсыпана вот таким вот крупным щебнем принципе дорога неплохая но ты едешь вот по такой вот грунтовости к тебя трясет малюха как бы вот смотрите такая вот дорожка вас ждет и вокруг ничего вообще в трассе таврида я свернул на пташкина еду вот этим маршрутом так видим еще 53 минуты показывает ехать за мной ребят вот такой вот шлейф чтобы понимали как это выглядит живую и как бы потряхивают ястребы прикольно началась уборочная уже везде буквально работает техника вот очередной раз вижу комбайны стоят но здесь уже убрали и уже тут землю вспахали для другого урожая что-то будет опять засеивать приятно удивлен тем что у нас сельское хозяйство в крыму развивается потому что я уже вижу не первое стадо пока еду в пугский заповедник огромное количество крупнорогатого скота пасется вот в этих местах и коровы такие знаете они прям красивые они такие мощные у всех такое вымя сразу вспоминаешь про настоящее деревенское молочко друзья поэтому вот за вот это да отдельный лайк обязательно ставим посредине крупные стоят такие прям ух буренки буренки а бычки наблюдают кто такой чужак что даже ко мне вон двое сейчас приближаются вероятно решили разобраться я наверно поеду друзья не забываем палец вверх да как это называется авансом авансом палец вверх ставим сегодня должны быть красивые кадры собственно говоря ребята вот то самое село пташкино которое было указано на трассе таврида поворот в сторону заповедника и здесь в этом себе посмотрите о чудо делают дорогу ведутся дорожные работы хотя само село полностью на мой взгляд является практически брошенным вот один дом заброшенный вот второй дом 3 тут рядом был видимо тоже уже рассыпался вот там тоже вообще не понятно ну по-моему тоже все брошено ничуть никого там я не вижу все такое по какой-то порушено знаете там вот видимо сельское кладбище как эта зона знаете отчуждение и с проводами здесь как-то странно все выглядит всего один провод на всю ветку электропередач что печально друзья вот уже выезд из деревни пташкин и на тут заканчивается новый асфальт сейчас опять буду ехать по вот такой грунтовочки проезжаем ребята марьевский лес не знаю что это никогда там не был так что пишите обязательно комментарии что тут находится в этом сейчас как-то не особо хочется куда идти но выглядит он примерно таким образом как раз вот буквально недавно сняли весь асфальт друзья и вот мы едем с вами буквально по первоначальному варианту этой дороге по грунтовке другими словами здесь видимо скоро будет нормальный хороший асфальт так что не стоит расстраиваться наоборот радуемся этому событию тут нам встречаются туристы с краснодарского края вот такой вот он огромный марьевский лес и когда в нем не был если в этом были там возможно гуляли или пикник у вас был хотя наверно там запрещено пикники устраивать рассказывайте пишите в комментариях но вот и уборочная то что я говорил ведется сейчас везде по всем крымским полям собирают урожай но мы едем дальше вот чудо друзья начнут начался основа асфальт мы въехали с вами в деревню марьевка и тут есть даже продуктовый магазин это круто улица краснофлотская напоминает западный крым деревню огневка примерно то же самое что и там находится и здесь другими словами принципе крым конечно же похож он очень-очень так скажем в разных сторонах примерно одинаково выглядит тут заканчивается асфальт село марьевка друзья это я так понимаю главная остановочка а нечего новый фаб построенный по всем селам крему построены новые папа вот такие далеке вероятно идет дождик прям такие полосы с неба спускаются море и вот тут уже начинаются соленые озера небольшие именно это озеро называется озеро соленое очень интересно где-то в поле увидеть вот так вот надпись столовая магазин прикольно очень даже прикольно посмотрите какая дорога чисто ставдеп такой советский союз дорога остаток остатки еще такого эхо оттуда знаете ау но в принципе дорога вот по которой мы сейчас ехали вся была вот такая потихонечку ее приводят в порядок и это круто ну чё друзья началась атака на меня посмотрите кто сидит это огромная саранча вообще-то воздухового размера слушайте их если буду ехать посмотрите что происходит они прыгают из-под колес на капот летят и так далее огромное количество и вот сидят расслабляются на дороге вот ведь кухов сколько их и опять то что я говорил у меня гости серьезно как культурно обходит а это идет на меня впереди ёй 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 ну что давайте обижать это бычок молодой вот он у меня и идет люди какой бычара вот они буренки молоденькая тоже молоденькая а вот уже покрупнее пошли мамаш вот черная среди какая у меня получилось вот это вообще смотрите какая красота вот за это друзья я люблю крым обязательно палец вверх посмотрите какая у нас настоящая жизнь вот так вот 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 тут решил прокатиться со мной огромная саранча да их тут прыгает просто очень много измерить едут все присели тихоря вон прыгает их просто огромное количество везде тут саранча а еще не рекомендую вам выходить это поле потому что тут столько мошек же коровы везде на меня напали просто стадо этих мушек вот мелкие смотрите видите они возле стекла пытаются вылететь да и уж окно лучше не открывать ребят что могу сказать дорога конечно очень жесткая сюда в эти места поэтому если у вас автомобиль такой себе ну как бы подуставшие лучше вам наверно по этим дорогам не прыгать здесь и лучше есть дорога просто я попал возможно пишите в комментариях впереди я вижу уже море к ну чё друзья я в принципе уже подъехал к заповеднику тут меня встречает вот такой щит опухский государственный природный заповедник проход и проезд запрещены там внимание и куча всего чего-то там написано на территории заповедника запрещается то 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 20 пунктов там всяких разных написано тут перекопано поэтому даже подходить туда не буду тут летает огромное количество мошек слушайте это просто жесть если вы сюда приехаете просто так наверное должны об этом знать потому что я вот не знал и честно говоря сейчас немножко в шоке от этой ситуации у нас тут далеке кстати красуется наш крымский мост где-то там он проходит белые такие точки видны от него там в общем где-то тут нас крымский мост проходит вот а я сейчас поеду здесь очень тихо безлюдно поеду сейчас вдоль всего этого красивого места извините руками руками махаю потому что они противные эти мушки ну вот друзья приехал я в заповедный крым государственный природный заповедник опухский кстати напишите правильно как вы считаете правильно опухский или опухский заповедник вот как бы основная такая территория где нужно попасть в этой интересное прекрасное место просто так туда проходят закрыт здесь проводятся экспорти два раза в день с 10 утра из двух часов дня билет стоит для тех кто приехал в крым 200 рублей для местных жителей билет бесплатный но обязательно вы должны оформить разрешение на сайте заповедный крым вот сейчас я вам покажу прям примерно сейчас покажу вам как это выглядит только что буквально я стоял оформлял это разрешение выбираете пункт опухи заповедник и вводите все свои данные получаете вот такой скриншот уже с этим скриншотом обязательно приезжайте в эти красивые места без этого вам сюда ехать не нужно потому что инспекция может вас проверить и вы можете получить штраф штраф в общем-то не маленькие 4000 рублей поэтому можете как бы это себе намотать на ус пока я тут показывал красивые интересные тюльпаны которые недавно здесь цвели тюльпан шаренко тут много других цветов в общем да обязательно оформляйте разрешение на проход в эти красивые места я сегодня уже не смогу попасть дальше потому что во времени опоздал нужно приехать в другой день и купить билетик точнее мне крымскому жителю не нужно билетик показать документы обязательно нужно иметь паспорт наличие с собой и далее вы сможете уже попасть на территорию самого заповедника сейчас вечер очень хорошая погода так кстати вот еще есть чит государственный природный заповедник опухски если кому-то нужно какую-то информацию пожалуйста здесь ее нужно прочитать и мы сейчас с вами попадем на каяшское озеро там будет беседочка интересно потом пробежимся под этим вот пляжиком интересным и как бы посмотрим как бы то посмотрим погнали тут кстати есть касса а терминал у вас есть оплата только картой здесь есть терминал стоит еще такая табличка клещи что клещи сейчас есть клещей очень много в этом году а какие энцефалиты нет энцефалитов нет но тысячи как обычные которые на собак цепляются она этим длина людей не не цепляются 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 но все привитые если что друзья человека не показываю по просьбе потому что а что можете сказать по поводу того что что нужно посмотреть на территории именно вот в этой части в этой части отсюда идут экскурсии непосредственно на гору опуг оттуда очень шикарный вид на озеро каяшское оттуда очень с высоты видно что оно розовое оттуда очень хорошо просматриваются скалы корабли в общем то оттуда очень шикарный вид на экскурсовод идет рассказывает про урочище непосредственно пук которая здесь находилась так что ребята обязательно приезжайте сюда рано утречкам 10 часов покупайте билетик если вы не местный житель не с этим ушки летают иметь это ведут курсия в 10 до это я уже сказал в 10 и в 2 часа дня но лучше берите утром потому что не так будет жарко кроме понедельника и понедельник-вторник профилактики до профилактика в общем но дайте на ус давайте ребятки поедем посмотрим с вами на красивое каяшское озеро потому что времени остается очень мало уже буквально закат пол седьмого вечера пока я оформил разрешение видите обязательно нужно здесь тоже иметь разрешение а у меня его не было поэтому заранее можете все это сделать чтобы уже быть этим разрешением вот там вот на горе вот на этой которая впереди и растут тюльпаны шеренка которые были в этой весной конце весны до начала лета была такая красотища желто-красный ковер всех этих тюльпанчиков степных смотрится конечно они очень-очень красиво позади у нас остается там ух ты прилетел нежданный гость иди отсюда ну вот такая здесь саранча до нагло проезжаем уже этот вид красивый каяшское озеро а вот друзья и первая беседочка и здесь можно оставить машинку и пройтись по данной территории посмотреть на эту природную красотищу так те кто сильно устал купание кстати запрещено написано может присесть и отдохнуть вот здесь вот туда же есть такая спинка мягкая кто-то от дивана оторвал оставил и вас встречают естественно табличка такая будь человеком забери мусор с собой пожалуйста друзья не оставляйте никакого мусора как вот здесь например кто-то покушал бросил и думает что так надо далее можно пройти к самому озеру но я не вижу смысла сейчас даже к нему здесь подходить потому что там очень запах такой на эти серьезные едки мы подъедемся ближе к морю я покажу вам оттуда на самом деле оно такое большое даже не ожидал что оно такое огромное друзья ну а вот ребята и те самые наши интересные наши попутчики которые ехали в это место друзья из краснодара краснодарского края точнее не точно сказал пока они там катаются на этих интересных качелях видовых мы с вами съездим на море посмотрим и вернемся быстренько сюда покажу вам этот замечательный вид сейчас встречает огромное количество пернатых которые мирно отдыхали здесь в этом прекрасном местечке а я тут на своей машине взялся испортил проехал и побеспокоил и вот здесь шикарный вид ребята она вот здесь реально розовая на самом деле смотрится просто бомба просто бомба посмотрите какая прелесть ребят а а а а и и и Обалденные виды на самом деле. Я просто сейчас взял эту палку, здоровенную палку, палку, и хочу показать немножко вот так вот с высоты полета птичьего. Как это все выглядит? Выглядит на самом деле просто бомба! Это не знаю, это не передать словами. Вот это все, конечно, стоит один раз здесь побывать и посмотреть на всю эту прелесть. Великолепные виды. Эколога просветительский маршрут «Приозерный» называется так. Вот именно эта позиция. Здесь много щитов с описанием всего, что здесь можно и что здесь нельзя. Едем к морю. Солнца мало. Я поздно приехал, ребята. Почти 7 часов вечера уже. Куда так поздно ехал, сам не знаю. Ну, так получилось. Музыка 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 И здесь, друзья, у нас много машин, кто приехал покупаться в этом месте. Сходимся с вами к морю. Посмотрим, где разбит лагерь сразу буквально на берегу. Музыка Проехать здесь сложно только на внедорожнике, но вообще это береговая полоса. Сюда заезд как бы и запрещен. Музыка Ну, ребятам из Ростова по барабану. Музыка Песок очень вязкий здесь, кстати. Так, ноги немного тонут. Как это выглядит. Вот так. Немного красноватый. Много людей сегодня было, видимо. Сейчас уже просходились. Музыка Вода, наверное, теплючая. Музыка Смотрите, какой широкий чистый пляж с классными красивыми камушками и ракушками. Кстати, здесь рано утром частенько бывают дельфины. Сейчас погода явно не для дельфинов, но посмотрите, вот по этой всей длине очень часто просится дельфин. То есть, когда он загоняет рыбу к берегу и потихонечку начинает ее отлавливать, соответственно. И вот тут вот вдоль всего этого берега можно понаблюдать, как питаются дельфины кефалью. Ну и, собственно говоря, вот сам Апухский заповедник. Все это плато, верхняя часть, на которое водят экскурсионные группы. Как я уже говорил, в 10 утра и в 2 часа дня. Здесь, на самом деле, сегодня смотрите, как тихо. Вот там еще какая-то суета есть, а здесь уже все, людей нет. Давайте потрогаем водичку, окунемся. Вода, что, море штормовое. Вообще горячая, просто, ребята, сказочно теплая вода. И очень прозрачная. Такая же, как набелялся, но совсем другой песок. Ракушка другая, хамушек другой. Такой. Играет музыка. Играет музыка. Ну что, резюмируя всю эту красоту от себя, могу сказать, что этот берег очень похож на Беляус, на наш прекрасный Беляус, который находится с другой стороны Крыма. Но здесь есть свои плюсы, очень интересные и красивые места. Например, Каяшское озеро. Играет музыка. Играет музыка. Очень красиво и футуристично здесь. Вокруг все засыпано солью. Соль буквально везде пустит. Играет музыка. Ну что, обязательно покатайтесь на этих качелях, когда вы сюда приедете. И посмотрите по сторонам. Это реально того стоит, ребят. Играет музыка. Есть такое чувство, что ты зашел в снег. А это на самом деле просто соль. Белая хрустящая соль. Ее здесь очень много. И та самая водоросль, которая называется Дуналиэлла. Вот она красненькая. Это продукт ее жизнедеятельности. Этот розовый цвет именно от этой водоросли появляется. Самый яркий будет цвет в августе, когда вот глобальная жара уже, знаете, такая вот. Тогда самый-самый яркий красный цвет получается. Ну и сейчас это выглядит очень красиво. На закате солнца, ребята, это как-то по-другому даже, наверное. Закат солнца, конечно, делает свою какую-то изюминку. Свой какой-то конфетный вид. Дорога домой, друзья. Вот такая. Дорога домой, друзья. Ну что, Ревзи, вот такой попандос. Коярское озеро не хочет меня отпускать. Пропоржел себе колесо. Просто вскрыло. Запаску поставить не могу. Домкрат как-то зло переложил в другую машину. Это какой-то трэш просто. Что делать, я не знаю. Это жесть, друзья. Не домкрата, блин. Что делать, капец. Я в шоке. Вот просто в шоке. Коярское озеро. Обожаю тебя. Ты лучшая. Ребята, вот честно говорю, остановил сейчас ребят из Крыма. Местные керчане. Вот единственный, кто решил мне помочь вот с этой проблемой. Я, как вам сейчас показывал, порвалось у меня колесо, резина лопнуло. Вот. Еще раз имена, ребят. Кристина Станислав. Кристина Станислав. Вам огромное спасибо. Приехали тоже в Опутский заповедник. Мы там встретились с ними. Но не поговорили. Но вот тут на дороге поговорили. Что хочу, ребята, сказать. Проехало пять машин московских. И никто мне не помог. Все просто отвернулись. Так что делайте выводы, друзья. В Крыму самые добрые люди. И вот двое ребят именно крымских. Вот видите, что говорят. Приезжайте в Крым. Скажите, вот вы как местные. Все спокойно, все нормально. Все вообще классно. Все супер. Стоит ехать? Конечно. Обязательно. Обязательно. Все. Ребят, вы все слышали. Так что все в Крым приезжайте. Я немножко чумазый, да. Ну, ребятам еще раз огромное вам спасибо. Легкой дороги. И вам тоже всего доброго. Еще раз огромное спасибо. Едьте потихонечку. Спасибо. Ну, погнали. Ребятам еще раз огромное спасибо. Они едут впереди меня. На всякий случай вдруг что-нибудь понадобится. Ребята, огромное вам спасибо еще раз. С вами был друзья Роман. Крым онлайн. Подписывайтесь обязательно на канал. И ставьте лайки. Обязательно репосты и так далее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok